Слава. Без креста нет славы. Послание к римлянам 3 глава 23 стих провозглашает, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Без благословений Бога человек не более чем хорошо организованный кусок земли. Он может хорошо говорить, упорно трудиться, он даже может являть другим сострадание, но он не способен создать достойную цель для своей жизни. Когда человек утрачивает свою духовную ценность – кровь Иисуса Христа, свой вечный замысел – стать подобным Христу, и свою роль в этом мире – быть свидетелем, он теряет свою славу. Только Христос может вернуть человеку его изначальную ценность. Христос в вас – упование славы. Послание к Колоссянам 1 глава 27 стих. Может ли человек оставаться одновременно смиренным и все-таки быть заинтересованным в славе? Истинное смирение означает согласие с тем, что сказал и сделал Бог. Мы ищем славы. Первое послание к Коринфянам 1 глава 31 стих. Когда мы служим другим, мы приглашаем их получить обратно свою ценность, замысел и роль. Первое послание к Пессалоникийцам 2 глава 20 стих. Мы были сотворены для славы, а не для поражений. Мы были созданы для небес, а не для земли. Мудрые наследуют славу. Притчи 3 глава 35 стих. Пастор Матте.